Продолжаем наш выпуск. В ноябре и декабре самая спорная тема для политиков – бюджет на следующий год. Сейчас основной финансовый документ принят в первом чтении, в ближайшие недели предстоит принятие во втором и третьем. Споры уже идут вовсю. Кому в 2016 году деньги урежут, а кому нет? Тяжелый разговор о финансах с Татьяной Казанцевой, руководителем департамента финансов администрации Края. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Татьяна, на самом деле на всех денег всегда не хватает. И вот у меня вопрос. А какие приоритеты есть у вас? Кому денег давать, а кому денег не давать? Как таковых приоритетов нет. Есть законодательство, которое определяет полномочия субъекта в той или иной сфере. Есть соответствующий федеральный закон, который четко эти полномочия прописывает. Поэтому все приоритеты за нас уже определены федеральным законодателем. И наша задача – обеспечить их финансово. Любое получение денег, оно регламентировано. Опять же, какими-то нормативными актами. Ну, вы, как любой гражданин, любой другой гражданин, наш зритель, когда-то где-то получает свои деньги. И никогда не получает их просто так. Он ставит свою подпись, он должен отработать месяц, он должен отчитаться за командировку, либо за что-то еще. Аналогичная ситуация и при финансировании расходов бюджета. Она может просто несколько строже и серьезней, поскольку речь идет все-таки о государственных финансах. И есть соответствующий приказ Департамента финансов, который расписывает, что с 1 по 5 число идет финансирование заработной платы всей краевой сети. С 5 по 10 идут соцвыплаты. Ну, вот заработная плата краевой сети составляет порядка 2 миллиардов. Далее идут социальные выплаты. В месяц – это в зависимости от месяца зима-лета – от миллиарда до полутора миллиардов. Следующее 15 число наступает – это финансирование аванса. Это еще миллиард рублей – аванс заработной платы. До 20 числа перечисления фонду ОМС. Это 978, еще один миллиард. Вот что тут зависит от Казанцевой, не могу сказать, но после 20 числа начинаются все остальные перечисления. Естественно, своевременность и полнота всех перечислений, которые подтверждены нормативно, она должна быть с регулярной интенсивностью. То есть не должно быть где-то больше, где-то меньше. Но она зависит от поступления доходов в краевой бюджет. Если доходы не выполняются, естественно, мы не можем обеспечить все расходы, которые у нас есть. Ну вот я назвала. То есть вы услышали, что первоочередные – это все социальные выплаты. Когда на всех денег не хватает, кому же все-таки вы даете, а кому нет? От вас это зависит или нет? А это заранее известно. Это, как правило, известно до начала очередного месяца, когда идет процесс финансирования. Потому что финансирование осуществляется на основании так называемого кассового плана. Ну, в коммерции это cash flow. То есть у нас тоже есть такой инструмент. И задача Департамента финансов – обеспечить ликвидность счета на конкретную дату. Поэтому, когда мы доводим так называемые предельные объемы финансирования на очередной месяц, наши ГРБС уже заранее знают, что они получат. То есть, условно говоря, в черном списке у вас никого нет, так же, как и любимчиков. И белого списка нет. Я понял. Хорошо. Переходим к основной теме. Бюджет на следующий год. У нас сейчас принят бюджет на 2016 год в первом чтении. Я объясню, что такое первое чтение бюджета. Это основные показатели. Доход, расход и дефицит. Татьяна, доход, расход и дефицит бюджета на следующий год. Причем в сравнении с этим годом. Значит, мы администрация края в соответствии с законодательством внесла сейчас поправки. И мы предложим депутатам вернуться к предмету первого чтения, потому что мы меняем вот эти параметры бюджета. Это доход, расход и дефицит. И мы предполагаем, что объем доходов краевого бюджета на следующий год будет порядка 79 миллиардов рублей, 85 миллиардов, соответственно, расходы и 6 миллиардов дефицит. В этом году эти показатели каковы? В этом году мы сейчас, опять же, вы знаете, вы как депутат законодательного собрания, вы знаете, что мы достаточно часто уточняем свой бюджет. И на очередное заседание ЗАГС собрания мы внесем последнюю корректировку текущего года, в которой доходы и расходы будут скорректированы уже под факт того, что мы имеем. И мы получим определенные цифры. Но в этом году бюджет по объему доходов и расходов больше и больше порядка на 6 миллиардов рублей. То есть в следующем году он будет меньше? В следующем году он будет меньше. И, Дмитрий, если вы вспомните, мы с вами в прошлом году встречались, и был такой же вопрос, почему у нас бюджет всегда принимается меньше, чем действующий бюджет. Мы зависим от федерального центра. Значит, принимая закон о федеральном бюджете, в нем резервируется достаточно много средств, которые распределяются в дальнейшем по субъектам. И в течение этого года, вот мы начинали тот год, было 9 миллиардов безвозмездных перечислений, сейчас 20. Сейчас мы выходим с 14, соответственно, это ниже 20 на 6 миллиардов рублей. Ну, там на момент выхода было почти 7 миллиардов. Поэтому объем по доходам и расходам, соответственно, меньше. Татьяна, самая главная фраза. Бюджет следующего года будет меньше, чем бюджет этого года. Если бюджет следующего года будет меньше, чем этого года, однозначно денег будет меньше, чем в этом году. Кто пострадает? Никто не пострадает. Так не бывает. Нет, бывает. Я вернусь к тому, что бюджет формируется, наши доходы, есть собственные так называемые доходы. Это те доходы, которые собираются на территории края, которые в основном администрирует наш главный администратор, это налоговая служба. Значит, и безвозмездные перечисления. Так вот, по налоговым доходам мы пока прогнозируем доходы в следующем году на уровне текущего года. А по безвозмездным перечислениям, в основном это субсидии, которые нам перечисляются на выполнение различных полномочий. Вот сумма пока меньше почти на 7 миллиардов рублей. Поэтому, только поэтому бюджет меньше. Но мы рассчитываем, что к концу года эта цифра вдойдет до 25 миллиардов рублей. Потому что практика ежегодное исполнение закона о бюджете, она такова. Это самый... Вы каждый месяц принимая бюджет, вы видите, какие деньги приходят. Это и дороги, и соцзащита, сельское хозяйство. Понятно. То есть вы считаете, что никто не пострадает? За счет снижения федеральной помощи нет. Она будет дана нам всяком полномочий. Еще один вопрос. Дело в том, что существует такое понятие, как социально ориентированный бюджет. Бюджет этого года был социально ориентированным. Провозглашают, что и бюджет следующего года будет социально ориентированным. И вот здесь есть определенный дисбаланс даже в нашем депутатском корпусе. Потому что те нардепы, которые вышли из бизнеса, они утверждают, да нет, бюджет должен быть не социально ориентированным, бюджет должен быть инвестиционным. Как в бизнесе. Чем больше денег ты будешь вкладывать в развитие своего бизнеса, тем больше денег этот бизнес будет тебе давать в следующий год, через год и так далее и тому подобное. Вот вы придерживаетесь какой точки зрения? Ну вот тут же сразу ответ содержится. Понимаете, в этом и различаются. Бизнес и бюджет. Задача бизнеса, целью создания любого предприятия в соответствии с законодательством является получение прибыли. Бюджет не создан для извлечения прибыли. Поэтому инвестиционные вложения, они возможны, когда есть свободные деньги, когда хорошее состояние экономики. Либо наоборот, когда оно слишком критическое и требуется поддержка экономики. Но в принципе бюджет создан абсолютно для других целей. И если мы посмотрим законодательство, это бюджетный кодекс Российской Федерации, 184 закон, это закон основной, по которому мы с вами живем, то мы и посмотрим те полномочия, которые есть. Это прежде всего, конечно, социальные полномочия. И наш бюджет по расходам 85 миллиардов рублей, ну так вот в чистую, 60 миллиардов, это прямо социальные расходы. Это заработная плата, это соцвыплаты, это программа переселения граждан из ветхого аварийного жилья, ну и ряд других позиций расходов. Если еще посмотреть оставшиеся 25 миллиардов, это я не беру, например, это дорожное строительство, это сельское хозяйство, это уже сразу 10 миллиардов. Но это тоже нельзя говорить, что это не относится к гражданам и не имеет социальной направленности, правильно? Это уже сельское хозяйство. Условно, это поддержка экономики сельхозтоваропроизводителя, но без нее трудно будет реализовывать какие-то другие жизненные направления, если не будет такой поддержки. Поэтому действительно бюджет и социальный документ, прежде всего, он может быть инвестиционным только тогда, наверное, когда у нас на мировом рынке изменится все, в три раза вырастут цены, и только тогда. И то начинается это, как правило, с вышестоящего бюджета. Поэтому, но несмотря на это вот на сложности, у нас же тоже есть инвестиционные расходы, мы тоже их не оставляем. Есть какие-то объекты, которые надо достраивать. Есть программа, например, детские сады, которая длится три года, вот она в этом году подходит к концу. Это все, в принципе, инвестиционные расходы. Но опять же они, детские сады, для кого? Критики бюджета приводят конкретные показатели. Они утверждают, что в следующем году будет меньше выделено денег на культуру, на образование, на другие вещи. Я могу перечислять этот список достаточно. Я тоже, я готова. Да, вы тоже готовы его перечислить. Насколько эти доводы обоснованы? И критично ли это сокращение? Вы также знаете, что у нас бюджет строится по госпрограммам. Каждая госпрограмма утверждена не на один финансовый год. Сейчас они продлятся до 2020 года. А бюджет у нас в этом году будет однолетний. Поэтому госпрограммы являлись основой формирования бюджета. Каждая госпрограмма содержит определенные целевые показатели. Что в 2016 году должно быть сделано вот это, вот это. И на это нужно вот столько-то денег. То есть базой формирования бюджета являются госпрограммы. Так это и осталось. Ну, например, возьмем вот программу образования. Вот в текущем году она составляет по доходам 17, по расходам 17,7 миллиардов. На следующий год 17,1. Значит, эта сумма, которая 17,7 текущего года, это федеральные деньги и краевые. 17,100 на следующий год, это только краевые деньги. Значит, и что? Из программы уходит, вот я назвала, строительство детских садов. В этом году это порядка миллиарда рублей, 980 миллионов рублей. Программа заканчивается. У нас остается пока, по данным муниципалитетов, незаконченный один детский сад. Ну, наверное, 6 пока все-таки их будет больше. Но пока это требуется только 80 миллионов на достройку в следующем году. У нас миллиард ушел, объем денег по программе остался. Таков же порядок цифр по программе здравоохранения. Порядка 15 миллиардов в текущий год и следующий. Идет уменьшение за 100 миллионов по программе здравоохранения. Но вы знаете, что мы в этом году достаточно тяжело финансировали ОМС с точки планирования расходов. И мы бились за чистоту нашего реестра застрахованных граждан. И, в принципе, Департамент здравоохранения и фонд, они достигли определенных результатов. Губернатор вмешивался в эту ситуацию. И реестр прошел сверку. И было выявлено 40 тысяч излишне застрахованных людей, которые не подлежали страхованию. Это нам позволило сократить платеж на ОМС в следующем году на 400 миллионов рублей. Иными словами, необходимо действовать по принципу Казьмы-Пруткова «Зарив корень». И смотреть не только вот эти вот голые цифры, а, собственно говоря, и на что идет то или иное финансирование. Да. Ну еще остановлюсь. Вот если можно, на программе социальной защиты тоже очень интересная программа. Она уменьшается. Она уменьшается больше, чем на 3 миллиарда рублей. Это не значит, что уменьшаются какие-то выплаты. Вы помните, что в июле прошлого года было принято решение о переходе субсидирования граждан, там, где находится Примтеплоэнерго, ну и другие топливо-снабжающие организации, у которых тариф выше экономически обоснованного. Это раньше было все выплата гражданам. Теперь она ушла напрямую в датирование предприятий. Естественно, теперь она увеличила расходы департамента ЖКХ и соответствующие программы. И также вот мы сейчас в поправках ко второму чтению предложили снять ее с программы социального развития. 462 миллиона – это краевые средства, которые были бы предусмотрены на региональную доплату к пенсии. Это связано с тем, что у нас теперь размер пенсии соответствует федеральному, и полностью эта доплата будет идти за счет средств федерального бюджета. Никто ее не лишится. Она остается, но источником ее финансирования будет бюджет другого уровня. Еще один вопрос обязан его задать. Дело в том, что Приморский край фигурирует в большом количестве государственных программ. Во-первых, естественно, речь идет о ТОРах – территории опережающего развития. Дело в том, что территории опережающего развития развиваются, прошу прощения за автологию, не только за счет федеральных денег, но и за счет краевых средств. Правильно? Так если мы будем выделять средства в территории опережающего развития, хватит ли нам на другие расходы? У нас на следующий год в нашем бюджете заложены расходы на инфраструктуру ТОРов в объеме чуть больше миллиарда рублей. И поэтому, ну вы видите, в принципе, бюджет у нас балансирован по балансу, по итогу. Поэтому мы предполагаем, что миллиарда пока достаточно в этом году. Это, опять же, вот говоря о бизнесе, о бюджете, кто где зарабатывает. Понимаете, это же делается для бизнеса, для того, чтобы туда пришел бизнес, для того, чтобы там были созданы рабочие места, совсем не для того же, чтобы там построить больницу. Правильно? Которую надо будет содержать. А мы надеемся на то, что туда придет бизнес, который принесет нам новые налоговые поступления, которые позволят реализовать уже какие-то другие проекты. Еще один вопрос. Дело в том, что, знаете, сейчас у нас в Российской Федерации, так же, как и во времена Советского Союза, есть такие профессиональные выбиватели денег из федерального бюджета. Для того, чтобы профессионально выбивать деньги из краевого бюджета, необходимо участвовать в федеральных программах. Скажите, в каком количестве программ участвует Приморский край? И, скажем так, во всех ли программах, в которых можно было участвовать, мы участвуем? Все деньги имеют под собой нормативную основу. То есть любые средства федерального бюджета, они распределяются либо законом о федеральном бюджете, либо постановлениями правительства, исходя из каких-либо методик. Если мы попадаем под эту методику, под эти условия, то мы вправе участвовать во всех программах, помимо госпрограмм Российской Федерации, там остались еще и ведомственные целевые программы, федеральная инвестиционная программа, то, что ряд мероприятий вне госпрограмм идет. Мы имеем право участвовать во всем. Имеем-то право однозначно, но участвуем ли? Во всем ли нам нужно участвовать? Вот вопрос в чем. Если там, например, есть деньги какие-то на развитие космодромов, наверное, нам это не нужно, потому что зачем мы будем в этом участвовать? Мы участвуем в порядка 70% государственных программ. Меня больше всего интересует сельскохозяйственная программа, потому что у нас в Приморье с сельским хозяйством не все в порядке. Почему я, собственно говоря, и задаю этот вопрос? То есть в следующем году мы будем софинансировать вот эти вот программы? Если будем, то в каком объеме? И получим ли мы в конечном итоге соответствующие субсидии с федерального бюджета? Дмитрий, если мы вспомним начало год назад, формирование бюджета 2015 года, цифры были примерно такие же. Мы выходили с расходами по сельскому хозяйству порядка 1,6 млрд. Это были только краевые деньги. В этом году примерно так же, чуть больше 1,7 млрд. краевых денег по сельскому хозяйству. Но в течение года наш департамент, надо отдать ему должное сельского хозяйства, они достаточно плотно и так неплохо работают со своим министерством сельского хозяйства. На мой взгляд, это где-то чересчур излишне, просят денег, которые потом не можем освоить, из-за которых мы потом отчитываемся, что они у нас остаются. А они дополнительно привлекли 1,2 млрд. рублей. То есть у нас сейчас план этого года 2,8 млрд. рублей. На то, что в следующем году этих денег станет меньше с федерального бюджета, у меня сомнений нет. Их должно стать только больше, потому что вы видите, как на федеральном уровне, какое сейчас внимание уделяется импортозамещению, ну и развитию местного сельского хозяйства. Спасибо большое. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был руководитель Департамента финансов администрации Края Татьяна Казанцева. На сегодня все. Если у вас есть сведения, которые могут заинтересовать нас, звоните или обращайтесь по электронной почте. Адрес у вас на экране, так же, как и телефон. Всего хорошего. Увидимся на следующей неделе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова